Друзья, дорогие, добрый вечер! Мы снова с вами на чтении Библии. Мы читаем русскоязычную Библию в синодальном периоде. И сегодня мы начнем, продолжим, читая третью главу царств с третьей главы. Соломон породился с фараоном царю Египетским, взял за себя дочь фараона и вел ее в город Давида. Доколе не построил дом своего и дома Господня и стены вокруг Иерусалима. Народ еще приносил жертвы на высотах, ибо не был построен дом имени Господа до того времени, и возлюбил Соломон Господа, ходя по уставам Давида, отца своего. Но и он приносил жертвы и курение на высотах. И пошел царь Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. Тысячу всесяжений возьмут Соломон на том жертвеннике. В Гаваоне явился Господь Соломон во сне ночи, и сказал Бог, проси, что дать тебе. И сказал Соломон, ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость. И за то, что он хотел бы быть в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи Божий мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народ столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог, за то, что ты не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить. Вот я сделаю по слову твоему, вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобно тебе не было прежде тебя и после тебя, и не восстанет подобно тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец Твой Давид, я продолжу и дни твои. И пробудился Соломон, и вот это было сновидение. И пошел он в Иерусалим, и стал предковчиком завета Господня, и принес всесожжение, и совершил жертвы мирные, и сделал большой пир для всех слуг своих. Тогда пришли две женщины-блудницы к царю и стали пред ней. И сказала одна женщина, «О, Господин мой, я и эта женщина живем в одном доме, и я родила при ней в этом доме. На третий день после того, как я родила, родила и эта женщина. И были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было. Только мы две были в доме. И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его. И встала она ночью, и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди. А своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот, он был мертвый. А когда я всмотрела с него утром, то это был не мой сын, которого я родила. И сказала другая женщина, «Нет, мой сын живой, а твой сын мертвый». А так говорила ей, «Нет, твой сын мертвый, а мой живой». И говорили они так перед царем. И сказал царь, «Это говорит, мой сын живой, а твой сын мертвый». А так говорит, «Нет, твой сын мертвый, а мой сын живой». И сказал царь, «Подайте мне меч». И принесли меч к царю. И сказал царь, «Растеките живое дитя на двое, и отдайте половину одной и половину другой». И отвечала та женщина, которой сын был живой, Царю разволновалась вся внутренностью, отжалась к сыну своему. «О Господи мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его». А другая говорила, «Позже не будет ни мне, ни тебе, рубите». И отвечал царь и сказал, «Отдайте этой живой дитя и не умерщвляйте его, она его мать». И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд». Глава 4. «И был царь Соломон царем над всем Израилем. И вот начальники, которые были у него. Азария сын Садока священника, Елиха и Орех, и Ахия сыновья сивы песцы, и Асафат, и Ахилуда дея писатель. Ванея сын, и Адаева начальник, Садок и Афар священники. Азария сын Нафана начальник над приставниками, и Завув сын Нафана священника, друг царя. Ахисар начальник над домом царским, и Адонирам сын Авды над податями. И было у Соломона двенадцать приставников над всем Израилем, и они доставляли продовольствие царю и дому его. Каждый должен был доставлять продовольствие на один месяц в году. Вот имена их. И во всем Бевсане, что близ Цартана, ниже Изриэли, от Бевсана до Абелмихола и даже за Иокмиам. Абен Гевер в Рамофе в Галаадском. У него были селения Иаира сына Манасина, что в Галааде. У него также область Аргов, что в Басане шестьдесят больших городов со стенами и медными затворами. Ахинадав сын Гида в Маханаиме, Ахемас в земле Нефалимовой, он взял себе жену Восимафу, дочь Соломона. Ваанас сын Хушая в земле Осировой и Ваолофе. Иосафат сын Паруаха в земле Иссахаровой. Шемей сын Елы в земле Вениаминовой. Гевер сын Урия в земле Галаадской, в земле Сигона царя Амарейского и Ого царя Васанского. Он был представник в этой земле. Иуда и Израиль, многочисленные как песок у моря, ели, пили и веселились. Соломон владел всеми царствами от реки Ефрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его. Продовольствие Соломона на каждый день составляли 30 коров муки пшеничной и 60 коров прочей муки, 10 волов откормленных и 20 волов с пастбища. И 100 овец, кроме оленей и серн и сайгаков и откормленных птиц. Ибо он владычествовал над всей землей по эту сторону реки, от Типсаха до Газы, над всеми царями по эту сторону реки, и был у него мир со всеми окрестными странами. И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своей отдан от Версавии во все дни Соломона. И было с Соломона 40 тысяч столов для коней колесничных и 12 тысяч для конницы. И те представники доставляли царю Соломону все принадлежащее к столу царя каждый свой месяц и не допускали недостатка ни в чем. И ячмень, и солому для коней и для мулов доставляли каждый в свою очередь на место, где находился царь. И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей, мудрее Ефана и Израахитянина, и Емана, и Халкона, и Дарды сыновей Махола. И имя его было в славе всех окрестных народов. И изрек он три тысячи притчей, и песней его было тысячи и пять. И говорил он о деревах от кедра, что в Ливане до Исопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о присмыкающихся, и о рыбах. И приходили ли от всех народов послушать мудрости Соломона, и от всех царей земных, которые слышали о мудрости его. Глава пятая. Он намерен построить дом имени Господа Бога моего, как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря. Сын твой, которого я посажу вместо тебя на престоле твоем, он построит дом имени моему. Итак, прикажи нарубить для меня кедров с Ливана, и вот рабы мои будут вместе с твоими рабами. А я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь. Ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить дерево так, как седаняне. Когда он услышал Хирам слова Соломона, очень обрадовался и сказал, «Благословен ныне Господь, который дал Давиду сына мудрого для управления этим многочисленным народом». И послал Хирам к Соломону сказать, «Я выслушал то, зачем ты послал ко мне, и исполню все желания твои о деревах кедровых и деревах кипарисовых. Рабы мои свезут их с Ливана к морю, и я плотами доставлю их морем к месту, которое ты назначишь мне. И там сложу их, и ты возьмешь. Но и ты исполни мое желание, чтобы доставлять хлеб для моего дома». И давал Хирам Соломону дерева кедровые и дерева кипарисовые вполне по его желанию. А Соломон давал Хираму двадцать тысяч коров пшеницы для продовольствия дома его и двадцать коров оливкового выбитого масла. Столько давал Соломон Хираму каждый год. Господь дал мудрость Соломону, как обещал ему. И был мир между Хирамом и Соломоном, и они заключили между собой союз. И обложил царь Соломон повинность у весь Израиль. Повинность же состояла в тридцати тысячах человек. И посылал их на Ливан по десяти тысяч на месяц попеременно. В месяц они были на Ливане, а два месяца в доме своем. А Даниран же начальствовал над ними. Еще у Соломона было 70 тысяч носящих тяжести и 80 тысяч каменосеков в горах. Кроме трех тысяч трехсот начальников поставленных Соломонов над работой для надзора за народом, который производил работу. И повелел царь привозить камни большие, камни дорогие, для основания дома камни обделанные. Обтесывали же их работники Соломоновы и работники Хирамовы и гиблетяне и приготовляли дерева и камни для строения дома. Глава шестая. В 480 году по ишествии сынов Израилевых из земли египетской в четвертый год царствования Соломона над Израилем в месяц день, который есть второй месяц, начал он строить храм Господу. Храм, который построил царь Соломон Господу, длиной был в 60 локтей, шириной в 20 локтей, вышиной в 30 локтей. И притвор пред храма в 20 локтей длины, соответственно, ширине храма, и в 10 локтей шириной перед храмом. И сделан он в долине в доме. Нижний ярус пристройки шириной был в 5 локтей, средней шириной, а третий шириной в 7 локтей. Ибо вокруг храма извне сделаны были уступки, дабы пристройка не прикасалась к стенам храма. Когда строился храм, на строении употребляемыми были обтесаны камни, ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его. Вход в средний ярус был с правой стороны храма. По круглым лестницам сходили в средний ярус, а от среднего в третий. И построил он храм, и кончил его, и обшил храм кедровыми досками. И пристроил ко всему храму боковые комнаты, вышиной в 5 локтей. Они прикреплены были к храму посредством кедровых бревен. И было слово Господа к Соломону, сказанное ему. Вот ты строишь храм, и если ты будешь ходить по уставам моим, и поступать по определениям моим, и соблюдать все заповеди мои, и поступая по ним, я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду, отцу твоему, и буду жить среди сынов Израилев, и не оставлю народа моего Израиля. И построил Соломон храм, и окончил его, и обложил стены храма внутри кедровыми досками. От пола храма до потолка внутри обложил деревом, и покрыл пол храма кипарисовыми досками. И устроил в задней стороне храма в двадцати локтях от края стену, и обложил стены и потолок кедровыми досками, и устроил Давид для святого святых. Сорока локтей был храм, то есть передняя часть храма. На кедрах внутри храма были вырезаны подобие огурцов и распускающихся цветов. Все было покрыто кедром, камня не было видно. Давид же внутри храма он приготовил для того, чтобы поставить там ковчег Завета Господня. И Давид был длиной в двадцать локтей, шириной в двадцать локтей, и вышиной в двадцать локтей. Он обложил его чистым золотом, обложил также и кедровой жертвенник. И обложил Соломон храм внутри чистым золотом, и протянул золотые цепи перед Давидом, и обложил его золотом. Весь храм он обложил золотом, весь храм до конца, и весь жертвенник, который был перед Давидом, обложил золотом. И сделал в даре доверие двух херувимов из масличного дерева, вышиной в десять локтей. Одно крыло Херувима было в пять локтей, и другое крыло Херувима в пять локтей. Десять локтей оно было от одного конца крыльев до другого конца крыльев его. Десять локтей был и другой Херувим, одинаковой меры и одинакового вида были оба Херувима. Высота одного Херувима была десять локтей, также и другого Херувима. И поставил он Херувима в середине внутренней части храма. Крылья же Херувима были распростерты и касалось крыло одного одной стены, и крыло другого Херувима касалось другой стены. Другие же крылья их среди храма сходились крыло с крылом, и обложил он херувимов золотом. И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальменных дерев и распускающихся цветков и внутри, и вне. И пол в храме обложил золотом во внутренней и передней части. Для входа в доверь сделал двери из масличного дерева с пятиугольными косяками. На двух половинах дверей из масличного дерева он сделал резных херувимов и пальмы, распускающиеся цветы, и обложил золотом, покрыл золотом их херувимов и пальмы. И у входа в храм сделал косяки из масличного дерева четырехугольные, и две двери из кипарисового дерева, обе половинки одной двери были подвижны, и обе половинки другой двери были подвижны, и вырезал на них херувимов и пальмы, распускающиеся цветы, и обложил золотом по резьбе. И построил внутренний двор из трех рядов обтесанного камня и из ряда кедровых брусьев. Четвертый год в месяц Зив положил он на основание храма Господа на одиннадцатом году в месяце Були, это месяц восьмой. Он окончил храм со всеми принадлежностями его и по всем предназначениям, предначертаниям его строил его семь лет. Глава снимая. А свой дом Соломон строил тринадцать лет и окончил весь дом свой. И построил он дом из дерева ливанского длиной в сто локтей, шириной в пятьдесят локтей, а в расширном в тридцать локтей. На четырех рядах кедровых столбов. И кедровые бревна положены были на столбах. И наслан был помост из кедра над бревнами на сорока пяти столбах, по пятнадцати в ряд. Оконных косяков было три ряда. И три ряда окон, окно против окна. И все двери в доверные косяки были четырехугольные. И окно против окна в три ряда. И притвор из столбов сделал он длиной 50 локтей, шириной 30 локтей, и пред ними крыльцо, и столбы, и порог пред ними. Еще притвор с престолом, с которого он судил, притвор для судилища сделал он и покрыл все полы кеннером. В доме, где он жил, другой двор позади притвора, был такого же устройства. И в доме дочери фараоновой, которую взял за себя Соломон, он сделал такой же притвор. Все это сделано было из дорогих камней, обтесанных по размеру, обрезанных пилой с внутренней и с наружной стороны, от основания до выступов, и с наружной стороны до большого двора. И в основании положены были камни дорогие, камни большие, камни в 10 локтей и камни в 8 локтей. И сверху дорогие камни, обтесанные по размеру и кедр. Большой двор огорожен был кругом, тремя рядами тесанных камней и одним рядом кедровых бревен. Также и внутренний двор храма Господа и притвор храма. И послушал царя Соломона и взял из тира храма, сына одной вдовы из колена Нефалимова. Отец его тирянин был медник. Он владел способностью искусственным и умением выделывать всякие вещи из меди. И пришел он к царю Соломону и производил у него всякие работы. И сделал ему два медных столба, каждый в 18 локтей вышиною. И Снурок в 20 локтей обнимал окружность того и другого столба. И два венца, вылитых из меди, он сделал, чтобы положить наверх столбов. Пять локтей вышины в одном венце и пять локтей вышины в другом венце. Сетки плетеные работы и Снурки в виде цепочек для венцов, которые были наверху столбов. Семь на одном венце и семь на другом венце. Так сделал он столбы и два ряда гранатовых яблок вокруг сетки, чтобы покрыть венцы, которые наверху столбов. Тоже сделал и для другого венца. А притворье венцы наверху столбов сделаны на подобии лилии в четыре локтя. И венцы на обоих столбах вверху, прямо над выпуклостью, которая подле сетки. И на другом венце рядами кругом 200 гранатовых яблок. И поставил столбы к притвору храма. Поставил столб на правой стороне и дал имя ему Иохин. И поставил столб на левой стороне и дал ему имя Ваас. И над столбами поставил венцы, разделанные на подобии лилии. Так окончена работа над столбами. И сделал литое из меди моря. От края его до края его десять локтей. Совсем крутое, вышиной пять локтей и снаружи в тридцать локтей, обнимал его кругом. Подобие огурцов под краями его окружали, его по десяти на локоть. Окружали море со всех сторон в два ряда. Подобие огурцов были вылиты с ним одним литьем. А он стоял на двенадцати валах. Три глядели к северу, три глядели к западу, три глядели к югу и три глядели к востоку. Море лежало на них. И зады их обращены были внутрь под него. Толщиною оно было в ладонь. И края его, сделанные подобно краям чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало две тысячи бата. И сделал он десять медных подстав. Длиною каждую подставу и четыре локтя. Ширина четыре локтя и три локтя. Вышины. И вот устройство подстав. У них стенки, стенки между наугольниками, пластинками. На стенках, которые между наугольниками, изображены были львы, валы и хурувины. Также и на угольниках, а выше и ниже львов и валов, развесистые леньки. У каждой подставы по четыре медных колеса и оси медные. На четырех углах выступы, наподобие плеч, выступы, литые внизу, по чашу, подле каждого венка. Отверстие внутреннего венка доверху в один локоть. Отверстие его кругло, подобно подножию столбов полтора локтя. И при отверстии его изваяния, в боковых стенках, по четырехугольные, не круглые. По стенкам было четыре колеса. И оси колес в подставах, вышина каждого колеса полтора локтя. Устройство колес такое же, как устройство колес в колеснице. И оси их, и ободи их, и спицы их, и ступицы их, все было литое. Четыре выступа на четырех углах каждой подставы. Из подставы выходили выступы ее. И наверху подставы круглое возвышение на поллоктя вышины. И наверху подставы рукоятки ее. И стенки ее из одной с нее массы. И изваял он на дощечках ее рукоятки. И на стенах ее хирургимов, львов и пальмы, сколько где позволяло место. И вокруг развесы стрельники. Так сделал он десять подстав. У всех их одно литое, одна мера, литье, одна мера, один вид. И сделал десять медных умывальниц. Каждая умывальница была в четыре локтя. Каждая умывальница стояла на одной из десяти подстав. И расставил подставы. Пять на правой стороне храма. И пять на левой стороне храма. А море поставил на правой стороне храма. На восточной и южной стороне. И сделал храм умывальницы и лопатки и чаши. И окончил храм всю работу, которую производил царя Соломона для храма Господня. Два столба и две опояски венцов, которые наверху столбов. И две сетки для покрытия двух опоясок венцов, которые наверху столбов. И четыреста гранатовых яблок на двух сетках. Два ряда гранатовых яблок для каждой сетки. Для покрытия двух опоясок венцов, которые на столбах. И десять подстав. И десять умывальниц на подставах. Одно море и двенадцать валов под морем. И тазы, и лопатки, и чаши. Все вещи, которые сделал храм царю Соломона для храма Господа, были из полированной меди. Царь выливал их в глинистой земле. И в окрестности Иродана, между царковом и цартаном. Поставил Соломон все сие вещи на место. По причине чрезвычайного их множества. Вес меди не определен. И сделал Соломон все вещи, которые в храме Господа. Золотой жертвенник и золотой столб, о котором хлебы предложения. И светильники пять по правую сторону и пять по левую сторону. Пред задним отделением храма и счистого золота. И цветы, и ломбадки, и щиты. И ломбадки, и щицы, и золота. И блюда, и ножи, и чаши, и лотки. И к отдельнице и счистого золота. И петли у двери внутреннего храма. На святой святых у двери в храме из золота же. Так совершена вся работа, которую производил царь Соломон для храма Господа. И принес Соломон, посвященное Давидом, отцом его, серебро и золото. И вещи отдал сокровищнице храма Господня. Глава восьмая. Тогда созвал Соломон, старейшин Израилевых, и всех начальников колен, главпоколений сынов Израилевых, царю Соломону в Иерусалим, чтобы перенести ковчег завета Господня из города Давидова, то есть Сиона. И собрались к царю Соломону на праздник все израильтяне в месяце Анафониме, который есть седьмой месяц. И пришли все старейшины Израилевы и подняли священники ковчег. И понесли ковчег Господень из кинью собрания и все священные вещи, которые были в киньи. И несли их священники и левиты. А царь Соломон и с ним все общество Израиля, собравшиеся к нему, шли перед ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного скота, которых невозможно исчислить и определить по множеству их. И внесли священники ковчег завета Господня на место его вдовер храмов во святое святых под крылья Херувимов. Ибо Херувимов простирали крылья над местом ковчега и покрывали Херувимов сверху ковчег и шесты его. И выдвинулись шесты так, что головки шестов были видны из святилища перед Давиром, но не выказывались наружу, а не там и до сего дня. В ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хариве, когда Господь заключил завет сынами Израилевым по отшествия их из земли египетской. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господен, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господен. Тогда сказал Соломон, Господь сказал, что он благоволит обитать в Англии. Я построил храм в жилище тебе, место, чтобы пребывать тебе в веки. И обратился царь лицом своим, и благословил все общество израильтян, все собрание израильтян стояло. И сказал, благословен Господь Бог Израилев, который сказал своими устами Давиду, отцу моему, и ныне исполнил рукою своей, и говорил, с того дня, как я вывел народ мой из Израиля, из Египта, я не избрал города ни в одном из колен Израилев, чтобы построен был дом, в котором пребывало бы имя мое, и избрал Давида, чтобы быть ему над народом моим Израилем. А у Давида, отца моего, было на сердце построить храм имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему, у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это у тебя лежит на сердце, однако не ты построишь храм, а сын твой, исшедший из чресла твоих, он построит храм имени моему. И исполнил Господь слово свое, которое изрек. Я вступил на место отца моего Давида и сел на престоле Израилем, как сказал Господь, и построил храм имени Господа Бога Израилева. И приготовил там место для ковчега, в котором завет Господа заключенный им с отцами нашими, когда он вывел их из земли египетской, и стал Соломон преджертвенником Господним впереди всего собрания израильтян и воздвиг руки свои к небу. И сказал, Господи, Боже, Израилев, нет подобного тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу. Ты хранишь завет и милость к рабам твоим, ходящим пред тобою всем сердцем своим. Ты исполни рабу твоему Давиду, отцу моему, что говорил ему, что изрек ты устами твоими, то в сей день совершил ты рукою твоею. И ныне, Господи, Боже, Израилев, исполни рабу твоему Давиду, отцу моему, то, что говорил ты ему, сказав, не прекратиться у тебя пред лицом моим, сидящим на престоле Израилевом, если только сыновья твои будут держаться пути своего, ходя предо мною так, как ты ходил предо мною. И ныне, Боже, Израилев, да будет верно слово твое, которое ты изрек рабу твоему Давиду, отцу моему. Поистине Богу лежит на земле, небо и небо небес не уменьшают тебя, тем не менее сей храм, который я построил. Но презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи, Боже мой, услышь воззвание и молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне. Да будут отче твои отверстие и на храм сей день и ночь, на сей место, о котором ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на семь месте. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте семь. Услышь на месте обитания твоего на небесах, услышь и помилуй. Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся и для клятвы придут преджертвенные, которые твой в храм сей, тогда ты услышь с неба и произведи суд над рабами твоими, обвини виновного, возложив поступок его на голову его и оправдай правого, воздах ему по правде его. Когда народ твой Израиль будет поражен неприятелем за то, что согрешил пред тобою, и когда они обратятся к тебе и исповедуют имя твое и будут просить и умолять тебя всем храме, тогда ты услышь с неба и прости грех народа твоего Израиля и возврати их в землю, которую ты дал отцам их. Когда заключится небо и не будет дождя за то, что согрешают пред тобою, и когда помолятся на месте всем и исповедуют имя твое и обратятся от греха своего, ибо ты смирил их, тогда услышь с неба и прости грех рабов твоих и народа твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти. И пошли дождь на землю твою, которую ты дал народу твоему наследие. Будет ли на земле голод, будет ли муровая язва, будет ли палящий ветер, ржавчина, соронча, червь, неприятель не будет теснить его в земле его. Будет ли какое бедствие, какая болезнь при всякой молитве, при всяком прошении, которое будет от какого-либо человека во всем народе твоем Израиля, когда они почувствуют бедствие в сердце своем и просрут руки свои к храму сему, ты услышь с неба, с места обитания твоего и помилуй. Саделай и воздай каждому по путям его, как ты усмотришь сердце его, ибо ты один знаешь сердце всех сынов человеческих, чтобы они боялись тебя во все дни, доколе живут на земле, которую ты дал отцам нашим. Если и наплеменник, который не от твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради имени твоего, ибо и они услышат о твоем имени великом, и о твоей руке сильной, и о твоей мышце простертой, и придет он и помолится у храма сего, услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будут зывать к тебе и наплеменник, чтобы все народы земли знали имя твое, чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, чтобы знали, что именем твоим называется храм тей, который я построил, когда выйдет народ твой на войну против врага своего путем, которым ты пошлешь его, и будет молиться Господу, обратившись к городу, который ты избрал, и храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них, когда они согрешат пред тобой, ибо нет человека, который не грешил бы, или прокневаешься на них и предашь их врагам, и пленившие их, отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую, и когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленивших их, говоря, мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны, и когда обратятся к тебе всем сердцем своим и всей душой своей в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться тебе, обратившие в земле своей, которую ты дал отца, к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему, Тогда услышь с неба, с места обитания твоего молитвы, прошение их, и сделай, что потребно для них. И прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобою, и все проступки его, которые он сделал пред тобою, и возбуди сострадания к ним, в пленивших их, чтобы они были милостивы к ним. Ибо они народ твой, и твой удел, который ты вывел из земли, из Египта, из железной печи. Да будут очи твои отверстия на молитву раба твоего и на молитву народа твоего Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать тебя. Ибо ты отделил их себе в идел из всех народов земли, как ты изрек через Моисея, раба твоего, когда вывел отцов наших из Египта, владыка Господи. Когда Соломон произнес все сие моления и прошение Господу, тогда встал с колена жертвенника Господня, руки же его были распростерты к небу, и стоя благословил все собрание израильтян громким голосом, говоря, Благословен Господь, который дал покой народу своему Израилю, как говорил, не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов его, которые он изрек через раба своего Моисея. Да будет с нами Господь Бог наш, как был Он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас, наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям Его и соблюдали заповеди, уставы Его и законы Его, которые Он заповедал отцам нашим. И да будут слова сии, которыми я молился пред Господом, близки к Господу Богу нашему день и ночь, да бы Он делал, что потребно для раба своего, и что потребно для народа своего Израиля изо дня в день, чтобы все народы познали, что Господь есть Бог, и нет кроме Его, да будет сердце ваше вполне преданное Господу Богу нашему, чтобы ходить по уставам Его и соблюдать заповеди Его, как ныне. И царь, и все израильтяне с ним принесли жертву Господу, и принес Соломон в мирную жертву, которую принес ему Господу 22 тысячи и 120 тысяч мелкого скота. Так осветил храм Господу царь и все сыны Израилю. В тот же день осветил царь среднюю часть двора, который пред храмом Господним, совершив там всесожжение и хлебное приношение и вознесший тук мирных жертв, потому что медный жертвник, который был пред Господом, был маг для помещения всесожжения и хлебного приношения и тук мирных жертв. И сделал Соломон в это время праздник, и весь Израиль с ним, большое собрание, сошедшие от входа в Ямах до реки Египетской, пред Господом Богом нашим, семь дней и еще семь дней, четырнадцать дней. В восьмой день Соломон отпустил народ и благословили царя, и пошли в шатры свои, радуясь и веселяясь в сердце о всем добром, что сделал Господь Рабусану Давиду и народу своему Израилю. Глава девятая. В чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедовал тебе, и если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек. Как я сказал отцу твоему Давиду, говоря, не прекратится у тебя сидящий на престоле Израилеву. Если же вы и сыновья ваши отступите от меня и не будете соблюдать заповеди моих и уставов моих, которые я дал вам, и пойдете и станете служить иным богам и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я осветил имени моему, отвергну от лица моего. И будет Израиль притчей и посмешищем у всех народов, и о храме всем высоком всякий, проходящий мимо него, ужаснется, и свистнет и скажет, за что Господь поступил так с сию землей и с сию храмом. И скажет, за то, что они оставили Господа Бога своего, который вывел отцов их земли египетской, и приняли других богов, и поклонялись им, и служили им, за это навел на них Господь все сие бедствия. По окончании 20 лет, в которые Соломон построил два дома, дом Господень и дом Царский, на что храм царь Тирский доставлял Соломону дерева кедровые и дерева кипарисовые и золото по его желанию, царь Соломон дал храму 20 городов земли Галилейской. И вышел храм из Тира посмотреть города, которые дал ему Соломон, и они не понравились ему. И сказал он, за что это за города, которые ты, брат мой, дал мне, и назвал их землей Кавул, как называются они до сего дня, и послал храм царю 120 талантов золота. Вот распоряжение о подаче, которое наложил царь Соломон, чтобы построить храм Господень и дом свой, и Мила, и стену Иерусалимскую, Гацор, и Мегидо, и Газер. «Фараон царь Египетский пришел и взял Газер и сжег его огнем, и Хананеев, живших в городе, побил, и отдал его в преданной дочери своей жене Соломоновой. И построил Соломон Газер и Нижний Бифарон, и Ваалав, и Фадмор в пустыне, и все города для запасов, которые были у Соломона, и города для колесниц, и города для конницы, и все то, что Соломон хотел построить в Иерусалиме, и на Ливане, и по всей земле своего владения. Весь народ, оставшийся от Амариев, Хитеев, Ферезеев, Иевеев и Евусеев, которые были не сынов Израилевых, детей их оставшихся после них на земле, которых сыны Израилева не могли истребить, Соломон сделал оброчными работниками до сего дня. Сынов же Израилевых Соломон не делал работниками, но они были его воинами, его слугами, его вельможами, его начальниками, и вождями его колесниц, и его садников. Вот главные представники над работами Соломоновыми. Управляющих народом, который производил работу, было 550. Дочь Воронова перешла из города Давидова в свой дом, который построил для нее Соломон, потом построил он Мила. И приносил Соломон две раза в год сожжения и мирной жертвы, на жертвенники, которые он построил Господу, и курение на нем совершал пред Господом, и окончил он строение дома. Царь Соломон также сделал корабль в Яцион-Гаверии, что при Елафе, на берегу Черного моря, в земле Едумейской, и послал Хирам на корабле своих подданных корабельщиков, знающих море, с подданными Соломоновыми. И отправились они в Афир, и взяли оттуда золото, 420 талантов, и привезли царю Соломону. Глава 10. Будь благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израилев. Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем творить суд и правду. И подарила она царю 120 талантов золота, великое множество благовоний и драгоценные камни. Никогда не приходило такого множества благовоний, которое подарила царица Савская, царю Соломону. И корабль Хирамов, который перевозил золото из Афира, привез из Афира великое множество красного дерева и драгоценных камней. И сделала царь из всего красного дерева перила для храма Господня и для дома царского, и гусли, и псалтири для певцов. Никогда не приходило столько красного дерева, и не видано было до сего дня. И царь Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего просила, сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. И отправилась она обратно в свою землю, она и все слуги ее. В золоте, которое приходило Соломону каждый год, весу было 666 талантов золотых, сверх того, что получаемо было от разносчиков товара и от торговли купцов, и от всех царей аравийских и от областных начальников. И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота, по 600 циклей пошло на каждый щит. И 300 меньших щитов из кованого золота, по 3 мины золота вошло на каждый щит. И поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом. К престолу было 6 ступеней. Вверх сзади у престола был круглый и были с обеих сторон вместо сидения локотники и два льва стояли у локотников. И еще 20 львов стояли там на 6 ступенях по обе стороны. Подобного сему не бывало ни в одном царстве. И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые. И все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота. Из серебра ничего не было, потому что серебро в одни Соломона считалось ни за что. Ибо у царя был на море фарсийский корабль с кораблем Херамовым. В три года раз приходил фарсийский корабль, привозивший золото и серебро, и слоновую кость, и обезьян, и павлина. Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью. И все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его. И они подносили ему каждый от себя в дар сосуды серебряные, сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовоние, коней, и мулов, и каждый год. И набрал Соломон колесниц и всадников. У него было 1400 колесниц и 12000 всадников. И разместил он их по колесничным городам и при царе в Иерусалиме. И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями, а кедры по их множеству сделал равноценным с их аморами, растущими на низких местах. Коней же царю Соломона приводили из Египта и из Кувы. Царские купцы покупали их из Кувы за деньги. Колесница из Египта получаема и доставляема была за 600 циклей серебра, а конь за 150. Таким же образом они руками своими доставляли все это царям хитейским и царям аморейским. Глава 11. И полюбил царь Соломон у многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, амонитянок, идумиянок, сидонянок, хитиянок. Из всех народов, в которых Господь сказался нам Израилем, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью. И было у него 700 жен и 300 наложенностей. И развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам. И сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости амонитские. И делал Соломон неугодное предычами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид отец его. «Когда строил Соломон капище, хамус у мерзости мазавицкий, на горе которой перед Иерусалимом, и молоху у мерзости амонитской, так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему, и заповедовал ему, чтобы он не следовал иным богам. Но он не исполнил того, что заповедовал ему Господь, и сказал Господь Соломону, за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедовал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но во дни твои я не сделаю всего ради Давида, отца твоего. Из руки сына твоего исторгну его. И не все царство исторгну. Одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал. И воздвиг Господь противника на Соломона, Адера Идумеянина, из царского Идумейского рода. Когда Давид был в Идумее, и военачальник Иерап пришел для погребения убитых, и избил весь мужеский пол в Идумее. Ибо шесть месяцев прожил там Иерап и все израильтяне, доколе не истребили всего мужеского пола в Идумее. Тогда сей Адер убежал в Египет, и с ним несколько Идумеян, служивших при отце его. Адер был тогда малым ребенком. Отправившись из Мадиама, они пришли в Фаран. Взяли с собой людей из Фарана и пришли в Египет к фараону, царю египетскому. Он дал ему дом и назначил ему содержание, и дал ему землю. Адер снискал у фараона большую милость. Так что он дал ему в жену сестру своей жены, сестру царицы Тахпенессы. И развела ему сестра Тахпенессы сына Генувата. Тахпенесса воспитала его в доме фараоновом. И жил Генуват в доме фараоновом вместе с сыновьями фараоновыми. Когда Адер услышал, что Давид почился с отцами своими, и что иначальник Иерап умер, то сказал фараону, отпусти меня, я пойду в свою землю. И сказал ему фараон, разве ты нуждаешься в чем у меня, что хочешь идти в свою землю? Он отвечал, нет, но отпусти меня. И воздвиг был против Соломона еще противника Розона, сына Елиады, который убежал от государя своего Адеразара царя Супского. И собрав около себя людей, сделался начальником шайки после того, как Давид разбил Адеразара. И пошли они в Дамаск, и водворились там, и владычествовали в Дамаске. И был он противником Израиля во все дни Соломона. Кроме зла, причиненного Адером, он всегда бредил Израилю и сделался царем Сирии. И Иерамам, сын Наватов, Ефремлянин из Цареды, имя матери его, вдовы Церуа, раб Соломонов, поднял руку на царя. И вот обстоятельства, по которым он поднял руку на царя. Соломон стоил мило, подчинив повреждениям в городе Давидова отца своего. И Иерамам был человек мужественней. Соломон, заветив, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброченными из дома Иосифова. В то время случилось Иераму выйти из Иерусалима. И встретил его на дороге пророк Ахия Соломлянин. И на нем была новая одежда. На поле их было только двое. И взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и раздрал ее на двенадцать частей. И сказал Иераму, возьми себе десять частей. Ибо так говорит Господь Бог Израилев. Вот я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе десять колен. А одно колено останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех городов Израилевых. Это за то, что они оставили меня и стали поклониться остаться Божеству Сидонскому, и Хамусу Богу Моамитскому, и Милхому Богу Аманитскому. И не пошли путями моими, чтобы делать угодное перед очами моими, и соблюдать уставы мои и заповеди мои, подобно Давиду отцу моему. И на берегу всего царства, и я не беру всего царства из руки его, но я оставляю его владыку на все дни жизни его ради Давида, раба моего, которого я избрал, который соблюдал заповеди мои и уставы мои. Но возьму царство из руки сына его и дам тебе из него десять колен, а сыну его дам одно колено, дабы оставался сетильник Давида, раба моего, во все дни пред лицом моим в городе Иерусалиме, который избрал себе для пребывания там имени моего. Тебя я избираю, и ты будешь владычествовать над тем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем. И если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими, и делать угодное предачами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобой и устрою тебе дом твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля. И смирю я род Давидов за сие, но не на все дни. Соломон же хотел умертвить Иерамаама, но Иерамаам встал и убежал в Египет к Сусакиму, царю египетскому, и жил в Египте до смерти Соломоновой. Прочие события Соломоновой и все, что он делал, и мудрость, и его описаны в книге Дел Соломоновых. Время царствования Соломонова в Иерусалиме над всем Израилем было сорок лет. И почел Соломон с отцами своими, и погребен был в городе Давида отца своего, и воцарился вместо него сын его Рамаам. Глава 12. И пошел Рамаам в Сихем, и во Сихем перешли все израильтяне, чтобы воцарить его. И услышав о том, и Рамаам, сын Наватов, когда находился еще в Египте, куда убежал царя Соломонова, возвратился и Рамаам из Египта. И послали за ним, и призвали его тогда и Рамаам, и все, собравшиеся израильтяне, пришли и говорили Рамааму, и сказали, «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое ты наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». И сказал он им, «Пойдите, и через три дня опять придите ко мне». И пошел народ. Царь Рамаам советовался со старцами, которые предстояли пред Соломоном отцом его при жизни его, и говорил, «Как посоветуете вы мне отвечать всему народу?» Они говорили ему и сказали, «Если ты на сей день будешь слугою народу всему, и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут рабами твоими на все дни». Но он пренебрег старец старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли пред ним. И сказал им, «Что вы посоветуете мне отвечать народу всему, который говорит мне?» И сказал, «Облегчи иго, который наложил на нас отец, и говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали, «Так скажи народу всему, который говорил тебе, и сказал отец, и наложил на нас тяжкая иго, ты же облегчи нас». «Так скажи им, мой мизинец толще через отца моего. Итак, если отец мой обременял вас тяжким иго, то я увеличу иго ваши. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». И Равам и весь народ пришли к Раваму на третий день, как приказал царь, сказав, «Придите ко мне на третий день». И отвечал царь народу сурово и пренебрег совет старцев, что они советовали ему. И говорил он по совету молодых людей и сказал, «Отец мой наложил на вас тяжкая иго, а я увеличу иго ваши. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». И не послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы исполнилось слово его, которое изрек Господь через Ахию, селомлянина и Раваму, сыну Наватому. И увидели все израильтяне, что царь не послушал их. И отвечал народ царю и сказал, «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иисеевом по шатрам своим Израилю. Теперь знай свой дом Давид». И разошелся Израиль по шатрам своим. Только над сынами Израилем и жившими в городах Иудинах царствовал Раваам. И послал царь Раваам от Анирама, начальника над податью, но все израильтяне забросали его каменями, и он умер. Царь же Раваам поспешно зашел на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. И отложился Израиль от дома Давидова до сего дня. Когда услышали все израильтяне, что и Раваам воцарился, то послали и призвали его в собрание, и воцарили его над всем израильтянами. За домом Давидов не осталось никого, кроме колена Иудина и Вениаминова. Раваам, прибыв в Иерусалим, собрал из всего дома Иудина и из колена Вениаминова 180 тысяч отборных воинов, чтобы воевать с домом Израилем, для того, чтобы возвратить царство Равааму сыну Соломонову. И было слово Божие к семьею, человеку Божию, и сказано, скажи Равааму сыну Соломонову, царю Иудейскому, и всему дому Иудину, и Вениамину, и прочему народу. Так говорит Господь, не ходите, не начинайте войны с братьями, вашими сынами Израилем, возвратитесь каждый в дом свой, ибо от меня это было. И послушали среди слова Господни, и пошли назад по слову Господню. И обстроил Иераваам Сихем на горе Ефремова, и поселился в нем, оттуда пошел и построил Пенуэл. И говорил Иераваам в сердце своем, царство может опять перейти к дому Давидову, если народ тебе будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа его обратится к государю своему, к Равааму, царю Иудейскому, и убьют они меня, и возвращаться к Равааму, царю Иудейскому. И посоветовавшись, царь сделал двух золотых сельцов и сказал народу, не нужно вам ходить в Иерусалим, вот боги твои Израиль, которые вывели тебя из земли египетской. И поставил одного в Вифиле, а другого в Дании. И повело это к греху, ибо народ стал ходить к одному из них даже в Дам. И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были из сынов Левиных. И установил Иераваам праздник в восьмом месяце, пятнадцатый день месяца, подобный тому празднику, который был в Иудее, и приносил жертвы на жертвенники. То же сделал он в Вифиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал. И поставил в Вифиле священников, высот которых устроил. И принес жертвы на жертвенники, которые он сделал в Вифиле, пятнадцатый день восьмого месяца, месяца, который он произвольно назначил. И установил праздник для сынов Израилев, и подошел к жертвеннику, чтобы совершить курение. Глава тринадцатая. И сказал, вот знамение того, что это Израилев Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется. Когда царь услышал слово человека Божие, произнесенное к жертвеннику Вифиле, то простер Иераваам руку свою от жертвенника, говоря, «Возьмите его». И одеревенела рука его, которую он простил на него, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. Сказал царь человеку Божию, «Милостиви лицо Господа Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне». И умолосилил человек Божий лицо Господа, и рука царя поворотилась к нему, и стала как прежде. И сказал царь человеку Божию, «Зайди со мною в дом, и подкрепи себе пищу, и я дам тебе подарок». И человек Божий сказал царю, «Хотя бы ты давал мне полдома твоего, я не пойду с тобой, и не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте. Ибо так заповедано мне словом Господним, не ешь там хлеба, и не пей воды, и не возвращайся в ту дорогу, в которую ты шел». И пошел он другую дорогу, и не пошел обратно в ту дорогу, в которую пришел Вифиль. В Вифиле же жил один пророк-старец. Сын его пришел и рассказал ему все, что сделал сегодня человек Божий в Вифиле. И слова, какие он говорил царю, пересказали сыновья отцу своему. И спросил их отец, какую дорогу он пошел. Показали сыновья его, какую дорогу пошел человек Божий, приходивший из Иудеи. И сказал он сыновьям своим, оседлайте мне осла. И оседлали ему осла, и он сел на него. И поехал за человеком Божиим, и нашел его сидящим под дубом. И сказал он, ты ли человек Божий, пришедший из Иудеи? И сказал тот, я. И сказал ему, зайди ко мне в дом и поешь хлеба. Тот сказал, я не могу возвратиться с тобой и пойти к тебе. Не буду есть хлеба и не буду пить у тебя воды все вместе. Ибо словом Господнем сказано мне, не ешь хлеба и не пей там воды. И не возвращайся той дорогой, которую ты шел. И сказал он ему, и я пророк такой же, как ты. И ангел говорил мне словом Господнем и сказал, вороти его к себе в дом, пусть поест у хлеба и напьется воды. Он солгал ему. И тот воротился с ним и поел хлеба в его доме и напился воды. Когда они еще сидели за столом, слово Господне было пророку, воротившему его. И произнес он к человеку Божию, пришедшему из людей, и сказал, так говорит Господь, за то, что ты не повиновался устам Господа и не соблю повеление, которое заповедовал тебе Господь Бог твой. Он наворотился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе, не ешь хлеба и не пей воды. Тело твое не войдет в гробницу отцов твоих. После того, как тот поел хлеба и напился, он оседлал осла для пророка, которого он воротил, и отправился тот, и встретил его на дороге лев, и умертвил его, и лежало тело его брошенное на дороге. Осел же стоял подле него, и лев стоял подле тела. И вот проходившие мимо люди увидели тело брошенное на дороге и льва, стоявшего подле тела, и пошли и рассказали в городе, в котором жил пророк Старец. Пророк, воротивший его с дороги, услышав это, сказал, это тот человек Божий, который не поменялся устам Господа. Господь предал его льву, который изломал его и умертвил его по слову Господа, который он изрек ему. И сказал сыновьям своим, оседлайте мне осла, и оседлали они. Он отправился и нашел тело его, брошенное на дороге. Осел же и лев стояли подле тела. Лев не съел тела и не изломал осла. И поднял пророк тело человека Божия, и положил его на осла, и повез его обратно. И пошел пророк Старец в город свой, чтобы оплакивать и похоронить его. И положил тело его в свои гробницы, и плакал по нем, увы, брат мой. После погребения его он сказался на ямам своим. Когда я умру, похороните меня в гробнице, в которой погребен человек Божий. Подле костей его положите кости мои. Ибо сбудется слово, которое он по повелению Господню произнес о жертвеннике в Вифиле, и о всех капящих на высотах в городах самарийских. И после всего события Иераваам не сошел со своей худой дороги, но продолжал ставить из народа священников высот. «Кто хотел, того он посвящал, и тот становился священником высот». Это ввело дом Иераваамов ко греху и к погибели, и к истреблению его с лица земли. Ну что, друзья, вот еще один час подошел к концу. Мы углубились в слово. И еще больше нам стало открываться о том, как же угождать Богу и жить по воле Его. Спасибо за то, что вы с нами, спасибо за то, что вы нас поддерживаете. И мы верим в то, что это является благословением не только для нас и нашей семьи, но также и для вас. И, как я всегда люблю говорить, что если Господу будет угодно и живо будем, то завтра в 10 часов вечера по восточно-американскому времени мы снова соберемся здесь, чтобы читать Слово Божие. Присоединяйтесь к нам, и пусть Бог вас благословит. Пока.